Здравствуйте! Эфир телеканала Юрген продолжает программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях невролог Вячеслав Сахаров. Вячеслав Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей беседы сегодня – остеохондроз. Телефон прямого эфира – 5167-67. Вячеслав Юрьевич, ну вот что такое остеохондроз? Не острый хондроз, как наверняка большинство пациентов называют, а остеохондроз. Можно объяснить? Конечно, можно. Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике. То есть что это? Это естественный процесс изнашивания позвоночника. И изменения, судя из самого названия, происходят и в межпозвонковом диске, который взаимосвязанный с позвонками, соединяет позвонки, и в позвонках, которые соединяются между собой маленькими суставчиками – остеохондроз. Хотя, надо сказать, в последнее время этот термин несколько расширился, и сейчас называется это «дорсопатия». Опять же, переводя с греческого языка «дорсум» – спина, позвоночник, «патия» – это изменение, это болезнь. То есть сюда включаются как раз помимо остеохондроза и другие изменения, например, сколиоз, спондилоартроз, спондилез, которые могут также приводить к различным клиническим проявлениям данного заболевания. Вы сказали «неизбежные изменения». То есть в любом случае, когда-то, рано или поздно, мы заболеем остеохондрозом. Получается так? Вообще считается, что остеохондроз – это не болезнь, а болезнью являются те проявления, которые возникают. И на первом месте это всё-таки боль, боль, которая отдаёт в различные участки нашего тела. Это мы плавно к симптоматике перешли. И надо сказать, что изменения-то в большей степени происходят в межпозвонковых дисках. С возрастом, в общем-то, наш организм и межпозвонковые диски, в частности, теряют воду. Они из 90% состоят из воды, 10% – это органические вещества, которые обеспечивают упругость, эластичность, подвижность позвоночника. С возрастом организм теряет воду. Как морщенится наша кожа, да, такие же, грубо говоря, изменения происходят и в межпозвонковом диске. Тоже теряют воду, и теряется его функция как амортизатора. Под влиянием каких-то факторов, тяжёлых физических нагрузок, непосильного труда, однотипной работы, возможные причины разнообразного переохлаждения, происходит как раз и проявление. Те проявления, которые и заставляют пациента обратиться к доктору. Где может проявиться остеохондроз? Он по степени локализации ведь называется по-разному. Остеохондроз – это болезнь человечества. Животные, которые ходят на четвереньках, у них ведь нет остеохондроза, они не страдают этим заболеванием. У них ведь не такое давление на… Во-первых, обусловлено то, что человек – это прямоходящее существо. А в этом состоянии наибольшая нагрузка как раз приходится на шейный отдел и на поясничный отдел. Именно и там возникают те изменения, которые заставляют, опять же, пациента обратиться к врачу. Если это шейный отдел позвоночника, как правило, боль может логализоваться в шейном отделе непосредственно, боль может отдавать в голову, в затылок, может отдавать в плечо, в руку. Если это поясничный отдел, то боли могут отдавать в ногу, в обе ноги, тем самым доставляя мало приятных ощущений. Практически из-за боли пациент не может ходить, формируется сколиоз, искривление, и пациент обращается к доктору. Давайте прервемся и примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Меня зовут Елена. И я бы хотела задать такой вопрос. Вот у меня поставили диагноз остеохондроз, и он у меня, как врач, говорит, что он бегающий. Какой? Не расслышал. Еще раз повторите, пожалуйста, какой? Бегающий. Распространенный, может быть. Ну да, у меня то шею сводит, то поясница начинает болеть. И на ноги очень отдают. Коленные суставы очень болят. Ваш вопрос. Мы поняли, чем вы болеете. Вы хотите спросить, как можно помочь себе? Ну, я не знаю. Я сколько лечений не проходила, ничего хорошего нет. Спасибо за вопрос. Я думаю, что, конечно же, можно на этот вопрос ответить. И сразу же, видите, мы плавно перешли не только к лечению, но и к профилактике. Значит, во-первых, для того, чтобы снять боли, необходимо обратиться к врачу. Только врач может назначить правильное лечение. Также необходимо проводить ежедневное, практически ежедневное, не от случая к случаю, а именно регулярное утреннее упражнение. Самое элементарное из них. Утром, когда встали. Не вставая с кровати. Не вставая, сидя на кровати. Движения в шейном отделе позвоночника. Дни резкие. Медленные. Стараемся привести голову к плечу. Причем плечо не поднимая. Так называемая растяжка. Движение головы назад и вперед. Опять же, причем не так резко. Не забывая о том, что в шейном отделе проходят сосуды, кровоснабжающие мозг. И у пациентов, у людей, у которых есть изменения, чтобы не вызвало каких-то неприятных ощущений. Легкие, вращающие движения. Против часовой стрелки, по часовой стрелке. Это ежедневно. А вы знаете, люди еще очень любят вставлять себе позвонки. Вот берут себя за голову, грубо говоря, и так поворачивают. Этим должен заниматься только специалист. Это недопустимо. Это надо обратиться к специалисту. Необходимо сделать исследование позвоночника. Сделать рентгенографическое исследование позвоночника. Таким образом определяется остеохондроз и вообще заболевание. И остеохондроз, да. И степень манипуляции, которую будет проводить тот же мануальный терапевт, массажист, невролог, который занимается мануальной терапией. То есть это уже решает врач. Это решает врач. Самому, конечно, ни в коем случае не надо. Особенно это если касается шейного отдела позвоночника. А упражнение к грудному отделу мы чуть попозже. Примем еще один звонок. Здравствуйте, Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста.